Доброе утро всем. Очень приятно быть одним из первых на этой конференции, видеть, что пришли люди и в зал, и, я надеюсь, в онлайн. И сегодня мы поговорим про наше позитивное управление контентом. Как я сказала, это не только про технологии, это в первую очередь, наверное, про людей. И не побоюсь сказать, что это уникальный опыт, когда нам удалось объединить в одной идее, в одной инфраструктуре людей очень разных ролей. Начиная с техписов, понятное дело, разработчиков, аналитиков, отдела образовательных программ, ну и даже юристов. И вот об этом мы сегодня расскажем. Расскажем мы вдвоем. Я, Ирина Рыбникова, я руковожу департаментом в компании Positive Technologies. Это команда технических писателей, переводчиков, инженеров по локализации, архитекторов контента, менеджеров. И, говоря простым языком, это команда экспертов, которые пишут контент, документации к продуктам, интерфейсы и не только. И команда, которая вычитывает весь контент компании, переводит весь контент компании на любые языки. И со мной сегодня Алиса. Всем привет. Я работаю менеджером проектов Positive Technologies, а также руковожу группой архитекторов контента. И сегодня поэтому я буду больше отвечать за техническую часть доклада. Ира будет больше про коммуникации, а, конечно, про архитектуру контента мы сегодня тоже поговорим. Немного о нашей компании. Компания у нас в сфере ИБ. У нас сложные, технически сложные продукты, которые защищают организации, защищают компании. И, конечно же, их нужно объяснять. Объясняем мы их текстами и не только. Но тексты занимают большую часть вообще в культуре компании. Пишут его многие разные подразделения. И это достаточно важно и ценится в том числе внутри, не только снаружи. Наш доклад сегодня поделится на три части. Сначала мы расскажем, зачем вообще мы избрали новый подход к разработке контента. Затем мы расскажем, что кроется под капотом, какой инструмент мы выбрали для поддержания контента, для документирования. Основная часть нашего доклада будет про коммуникации. Мы поговорим, как мы объединяем и как коммуницируем с различными департаментами нашего позитива. Еще семь лет назад в нашей компании было всего 50 человек. У нас было несколько продуктов и около пяти авторов на все подразделения. И каких-то особых проблем с разработкой контента у нас не было. Но затем компания начала сильно разрастаться в десятки раз. И у нас увеличилось количество продуктов. Мы стали выходить также на международный рынок. И темпы разработки у нас увеличились. Поэтому мы столкнулись с некоторыми проблемами. Какие это проблемы? Наши авторы работали в разных инструментах. Это где-то 4-5 инструмента для документирования. Нам было тяжело найти исходники. А уж тем более было очень долго применять какие-то шаблоны, мастер-страницы. И трудоемко было создавать версии документов. Поэтому нам нужно было принять какое-то решение. И, конечно, решением это был обновляемый контент, который был бы легко доступен всем. И чтобы можно было его адаптировать под различные варианты переиспользования. Но также к нам приходили и другие департаменты. И они обращались к нам с разными заявками. Кто-то просил заверстать документ. Кто-то просил его вычитать. Кто-то локализовать. Кто-то просил просто сделать документ лучше. Тогда мы брали и переделывали документ полностью. При этом затрачивалось время разных департаментов. По большому счету приходили с любыми формулировками. У нас в департаменте есть единое окно, в которое можно обратиться с любыми вопросами, связанными с языком. С текстами, с языком, с переводами. Формулировки порой реально удивляют. Но, опять же, являясь вот этим самым единым окном, мы видели чуть-чуть верхнеуровневую в целом ситуацию в компании. Мы видели, что в разных департаментах есть дублирование ролей. То есть в разных департаментах есть писатели, при том с разным уровнем экспертизы. Кто-то делает это лучше, кто-то делает хуже. Очень много потенциально переиспользуемого контента, потому что, согласитесь, инструкции в курсах обучения или в инструкции документации по внедрению достаточно похожи на инструкцию в обычной технической пользовательской документации. И это тоже было очевидно и видно. Но плюс мы видели, что люди с разным стилем, с разными интонациями общаются с аудиторией. И это хотелось тоже в процессе полечить. Поэтому на уровне компании с согласованием топ-менеджмента было принято решение двигаться в сторону единой контент-стратегии. И помимо какой-то там, не знаю, очевидной пользы от этого, когда мы точно ориентируемся на задачи пользователя, когда мы начинаем говорить в ином стиле, мы на самом деле еще через эту стратегию можем продвигать единый бренд, выходить на более эмоциональную связь с аудиторией и делать многие другие интересные задачи. И вот начиная там с пятилетнего срока назад, мы примерно по этой стратегии целенаправленно и движемся. И теперь как раз переходим к тому, как мы поэтому двигались пути. И обязательно нужно не забывать про то, что это всегда сопровождается четкой проработкой процессов. То есть как все люди между собой, как инструменты между собой взаимодействуют. Это обязательно несет за собой подготовку каких-то рекомендаций, стал гайдов, tone of voice документа и прочих-прочих-прочих. И, конечно же, для нас, например, это история базовая терминологическая, история которой мы начали работать несколько лет назад и будем продолжать еще работать. В частности, у нас были на тот момент проблемы, когда базовые термины в сфере информационной безопасности, такие как инцидент, атака и ряд других, в разных продуктах интерпретировались по-разному. И вот это то, что мы тоже лечили за эти годы. Но об этом глубоко мы не будем говорить. Сегодня мы, наверное, поговорим немножко именно про инструмент, который позволяет это тоже решать. Ну, хотя система управления контентом в решении нашей задачи – это не самое главное, тем не менее она помогает решить ряд тех проблем, которые мы уже озвучивали. И для себя в позитиве мы выбрали систему управления контентом, Scheme ST4 – это немецкая система. О ней мы рассказывали на нашем метапе, подробно ее функции, сравнение этой системы с другими. Вы можете посмотреть по ссылке, которую мы оставили в QR-коде. Но немножко расскажу. Контент в этой системе представляет из себя различные блоки, это и разделы, и параграфы, мы их называем фрагментами. Из них мы можем собрать как из конструктора что-то по инструкции, стандартный документ, а можем сделать кастомные какие-то варианты. И немножечко про функциональность этой системы. Здесь есть различные функции от создания контента до его публикации, вплоть до поставки пользователю. Мы работаем здесь все вместе, технические писатели, редакторы и даже локализаторы, которые выгружают контент. И мы пользуемся одной и той же функциональностью для вычетки, и редакторы, и аналитики, и те, кто выполняет фактическую вычетку. И здесь есть различные функции для масштабирования, для проверки контента и даже для какого-то менеджмента. Поработав в этой системе год, мы посмотрели, каких результатов мы добились. И у нас получилось, что на проектах у нас где-то около 25% повторного использования контента. Сейчас эта цифра, наверное, уже достигает на некоторых проектах где-то 95%, но в среднем 50-60%. И в том числе за счет вот этого переиспользования мы экономим от 20% до 80% времени на каждом из этапов разработки контента. То есть если у нас раньше применение шаблона, лейаута, мастер-страниц могло занимать несколько часов, сейчас это уже занимает у каждого автора минуты. Но к внедрению такой системы необходимо, конечно, готовиться заранее и быть готовыми, что могут потребоваться средства и на дополнительные лицензии, и на расширение базы. В нашем случае огромную помощь нам оказывает IT-департамент. Но на поддержание системы мы также выделили отдельных специалистов. Мы у себя ввели роль в штатном расписании для архитекторов контента. Эта роль широко известна на Западе. У нас в России начинает только появляться, поэтому пару слов здесь хочется сказать про архитекторов, чем занимается каждый день. Мы тратим не менее 20% своего времени на поддержание системы, учим пользователей работать с ней, рассказываем про функциональность. Но самое главное, мы позволяем не замусорить эту систему и делать так, чтобы каждому автору было легко работать с нашей системой. И действительно за этот период накоплено большое количество информации. Мы когда собирали цифры, цифры мы любим собирать, то увидели 2700 документов. Это документы, которые мы в любой момент можем перепубликовать на любом из подготовленных шаблонов, в любом брендировании, в любом формате, и они обновляются параллельно в зависимости от того, как обновляются продукты. И если говорить про текущий период, то, на мой взгляд, у нас большое количество документов на одного автора. То есть автор в среднем сейчас в активной работе поддерживает не менее 11 документов в постоянном режиме. И эпизодически может подключаться к любому из них, к любому новому документу и помогать. И это речь не о каких-то маленьких документах. Документы к нашим продуктам — это сотни страниц, и этим легко получается управлять. Вот еще немножечко цифр и немножечко объема, который у нас получился. Но управляя всем этим объемом информации, нельзя забывать про качество, поэтому мы максимально автоматизируем все, что можно. И именно об этом мы тоже рассказали на отдельном докраде. Можно ознакомиться с этой информацией. Но по факту мы высвобождаем время людей на технические задачи. То есть мы снимаем с них необходимость, помните, о форматировании, о каких-то базовых правилах орфографии, о том, как структурировать контент. То есть мы очень много проверок автоматизируем, а люди думают над смыслом. Они думают над тем, как сделать хороший документ, над тем, как помочь пользователю. И вплоть до того, что у нас есть автоматизированные отчеты о качестве документов. И мы имеем возможность получить вердикт, готов документ к релизу или нет. Это четкие критерии, которые собираются как на основе ошибок и приоритетов в каждом документе, так и на проценте покрытия вычеткой. Про качество говорю столько, потому что мы на самом деле убеждены, что любой контент, который поставляет компания, обязан быть качественным. И мы действительно уделяем этому большое внимание. Да, ну и несмотря на такое огромное количество документов, различных фрагментов и скриншотов, благодаря вот этой системе и нашему проработанному подходу нам удается сохранять должное качество. И при необходимости каждый автор может переключаться на разные проекты без каких-нибудь затруднений. Да, вот примерно динамика по новым документам от года к году. Как вы видите, в прошлом году был достаточно серьезный для нас рост, потому что подключилось подразделение Центра Компетенции. Про него мы расскажем чуть попозже еще. Но это для нас тоже был знаковый момент. Ну а теперь, наверное, к основной части, которую мы подготовили, это про общение. Мы пойдем примерно по одной структуре, по каждому подразделению, с которым мы выстроили отношения. Это будет рассказ про то, с какими задачами приходит подразделение, какие технические выгоды мы смогли получить во время совместного общения, и какие чисто человеческие интересные истории тоже у нас появились в этот момент. Ну а прежде чем рассказывать про каждый департамент, в отдельности хочется небольшое отступление сделать, сказать, что не все авторы могут уделять столько же времени разработке контента, сколько технические писатели. Поэтому тем, кто возвращается к работе в системе, например, раз в пару месяцев, мы оказываем различную поддержку. Например, готовим презентации, которые делаем на всю компанию, кому-то рассказываем индивидуально, потому что к каждому автору требуется собственный подход. Мы пытаемся его найти, чтобы всем авторам было удобно работать с нами, и в системе в том числе. И оказываем сопровождение на всех этапах разработки контента. Ну а первым департаментом, про который мы сегодня расскажем, это технические писатели, потому что именно от нас исходила идея корпоративной разработки контента. Мы внедряли эту систему и пришли в нее с техническими документами, такими как руководство администратора, оператора, ну и так далее. Поработали в системе примерно год и поняли, что за год мы отбили только на одном из проектов стоимость около шести лицензий, сэкономили ставку одного технического писателя, и нам не потребовалось раздувать штат сотрудников. Мы также смогли поддержать различные форматы, нам уже не требовалась вот эта куча различных инструментов, и мы вырастили экспертов. И мы действительно отрепетировали на себе, то есть это была такая тренировочная история, нам нужно было самим стать экспертами в том, что мы будем продвигать дальше. И мы в рамках этой задачи на самом деле поменяли культуру написания текстов в нашем подразделении, то есть мы ушли от понимания «мой текст, твой текст», у нас теперь общий результат, и в любой момент любой автор может обратиться к своему коллеге и заимствовать его фрагмент, поговорить о том, как совместно его можно улучшить. Более того, вместе с нами над этим работают несколько ролей на постоянной основе. Это, как я уже сказала, писатели, это редакторы, которые обязательно контролируют качество, это функциональные тестеры, которые тоже контролируют качество продукта, это аналитики и многие-многие другие, кто хочет участвовать в этом процессе. Следующим департаментом, про который мы расскажем, это коллеги из группы сертификации. Они пришли в систему следом за нами и обратились к нам с такими заявками, как подготовка документов по госшаблонам, потому что они в Варде замучились постоянно это поддерживать, и, конечно, им хотелось получить все эти выгоды, которые получили мы, когда начали разрабатывать контент по-новому. Они пришли к нам с такими документами, как формуляры, программа методика испытаний и так далее. Кто работает с гостами, вы, думаю, знаете. И мы, конечно, помогли ребятам перенести их контент в систему и получили и для себя в том числе выгоду, потому что шаблон гостовый для нас был новый, мы его поизучали и также изучали различную автоматизацию в системе, теперь любой другой шаблон нам сделать гораздо проще, занимает уже не месяц, а пару денечков. И ребята, конечно, тоже получили свою выгоду. Теперь они могут публиковать эти документы быстро. Также мы сделали для них дополнительный шаблон, и им не нужно просить типографии, чтобы им сделали дополнительную платную доработку, то есть это дополнительная экономия. И они к нам также обращаются и с своими документами эксплуатационными, в которые мы должны добавить децимальные номера, какие-то разделы, например, про безопасную установку, маркировку средства, чтобы сделать из нашего руководства администратор их вариант. Теперь это занимает всего пару минут. Конечно, ребята довольны, и некоторые из них даже могут вработать в системе, но, тем не менее, мы постоянно оказываем поддержку. Из интересного, к ребятам приходят на собеседование люди, в том числе писатели, которые пишут исходные тексты. И был случай, когда кандидат спрашивал, а в чем вы работаете? И услышав, что у нас есть, в принципе, базовая вот эта история, хорошая, конечно же, ответил, да, я с вами, наконец-то я вас нашел. Это тоже такие человеческие истории, которые позволяют привлекать экспертов и профессионалов в своей индустрии. Ну а следующее подразделение, которое пришло к нам осенью, тут не будет в хронологическом порядке, мы будем немножко прыгать от года к году, но сейчас про продуктовый маркетинг, которые пришли к нам помочь сделать им текст, описание осенью прошлого года. Что же им было нужно? Есть в нашей индустрии матрица тактика, техника, уязвимости и метроатак. И нам хотелось показать, в компании нам хотелось показать, как наши продукты ее покрывают, с какими угрозами они помогают справляться. И началось все с текстов, но на самом деле выросло, как вы видите, в сайт. Сайт с описаниями, с переводами этой матрицы. Почему это выросло в сайт? Потому что увидев, что на самом деле ребятам нужно больше, чем просто поработать с текстами, мы предложили им более комплексные решения. Наше подразделение, которое работает с контентом, входит в более крупное подразделение product services, в котором вместе с нами работают UI команда, UX команда, DevOps, системные аналитики и даже ML. И по-хорошему, в какое бы подразделение ни пришла задача, мы зовем друг друга и помогаем решить задачу комплексно. И ровно так же, используя наши собственные технологии, мы замутили сайт, замутили сайт и переиспользовали те же технологии, которые мы использовали самостоятельно для документов. Более того, мы научились поставлять эту же информацию в продукты, не только на сайт. Случилась еще параллельно интересная история. В принципе, в русскоязычном сегменте экспертов, которые занимаются матрицей метроатак, возникла дискуссия. Ребята, пора наконец-то придумать русские термины всех этих тактик и техник, потому что мы все время заимствуем англоязычные. Понятно, эта индустрия исходит из английского языка очень часто, но пора привести в порядок эту информацию. И мы в этот же момент, так совпало, что мы опубликовали Mitre, базу, которая содержала все переводы. На самом деле была очень теплая реакция сообщества. И до сих пор мы по некоторым терминам продолжаем общаться просто напрямую в чатах открытых индустриальных. Наши переводчики, как эксперты, которые занимаются этим уже, наверное, более 10 лет, общаются напрямую с eBay-экспертами. И это тоже получается такая интересная и уникальная, на мой взгляд, история, которая пришла тоже через простую задачу про тексты. Следующий департамент, о котором мы расскажем, это отдел образовательных программ. Коллеги изначально поддерживали нашу идею, и они хорошо понимали ценность такой системы. У нас с ребятами всегда был общий контент. У нас было переиспользование на уровне разделов, но теперь, когда мы перенесли их учебные курсы, лабораторные, лаборатории в нашу корпоративную систему управления контентом, мы смогли переиспользовать также и различные инструкции, и какие-то отдельные блоки текста. Ребята очень хорошо технически подкованы, поэтому мы у них заимствуем какие-то сложные описания сценариев, а они у нас инструкции. И также мы помогаем их с вычеткой их материалом по нашим стандартным workflow, поэтому теперь слушатели этих курсов получают более качественные материалы и более понятные. И, конечно, коллегам это очень понравилось. Они теперь отправляют нам на вычетку не только эти учебные пособия, но также экзаменационные билеты, вопросы для тестирования и различные варианты ответов. И именно этот департамент у нас может самостоятельно работать в системе, потому что им было легко разобраться как с нашими продуктами, но уж подавно и CMS. Правильно, Ир? Это точно, да. Следующее подразделение юристы. Я не знаю, есть ли юристы в зале. Вот мне прямо интересно. А есть ли люди, которые работают с юристами? Класс. Пару человек вижу. Надеюсь, в онлайне побольше. Но я думаю, вы знаете, юристы обычно работают в Варде, да? Ну или в чем-то похожем. Наши работали так же, пока в прошлом году не пришла задача. Нам нужно было в течение недели-двух выпустить все наши продукты от четырех разных юрлиц. И количество документов, которые у них было на сопровождении, должно было вырасти как минимум в четыре раза. Что, наверное, не любит вручную делать никто. Поэтому тут же пришли мы и быстро внедрили их же документы, то есть лицензионное соглашение, с которым мы работали, в наш процесс. В процессе отшлифовали документ. В процессе убедились, что переиспользование в этом базовом документе 95%. Остальное загнали в переменные, такие как названия продукта и так далее. И параллельно еще побольше навели порядок. То есть сделали целый реестр лицензионных соглашений, автоматически начали поставлять их в продукты. Наши юристы работают теперь в ГИТе, работают в ЦМС и планируют туда же подключить другие типы документов, потому что типовые договора от компаний и прочие документы, они на самом деле ровно так же придерживаются всех этих правил. Тот департамент, с которым мы, конечно, всегда плотно взаимодействовали, это техническая поддержка, потому что они присылают к нам различные баги, пользовательские запросы, пользователей, соответственно, продуктов позитива. Когда мы перенесли весь наш контент-систему, мы стали готовить общие разделы, чтобы каждый автор мог переиспользовать. И одним из таких разделов это было обращение в службу технической поддержки. Мы отправили коллегам этот раздел на проверку. Оказалось, что этот раздел практически полностью повторяет их документ гарантийное обязательство, поэтому, конечно, мы взяли этот документ на поддержку и теперь настроили для коллег массовую публикацию. То есть мы можем за пять минут опубликовать около 40 документов для различных наших департаментов от всех юрлиц, которые нам необходимы. Коллеги теперь стали чаще с большим энтузиазмом приходить к нам на обсуждение документации, подсказывать нам какие-то полезные сценарии, которые лучше описать в документе, про которые мы могли забыть. И они рассказывают о нас, другим департаментам, тем самым распространяя экспертизу. И, наверное, это те ребята, которые были с нами с этой идеей с самого начала, потому что, как вы знаете, техническая поддержка — это те, кто в первую очередь видят всю боль пользователей и те, кто максимально заинтересованы, чтобы вся информация для пользователей была понятная, структурированная, помогающая. Но самым большим департаментом, с которым мы работаем, является Центр компетенции. Они приходят к нам с различными документами. Это и политика лицензирования, и часто задаваемые вопросы, и различные документы для пилотирования продукта. У них очень большое количество документов, и департамент постоянно растет, и очень частая смена пользователей. Поэтому мы работаем с этим департаментом уже три года. И сначала нам было им тяжело разобраться, какие документы мы уже взяли на поддержку, а какие нет. Но в этом году мы догадались, сделали общий реестр. Я бы даже сказала так. У подразделения десятки типов документов, сотни сотрудников, которые все в какой-то степени в определенный период времени работают с документами. И первые два года мы получали документы на обработку с задачей «Сверстайте, пожалуйста». На самом деле это полный цикл загнать систему, отредактировать, сверстать, иногда что-то переписать. То есть это никогда не просто маленькая задачка сверстать. Это поступало в хаотическом порядке. Мы, в принципе, не знали, сколько еще ждать, что хватит ли у нас собственных ресурсов, хватит ли учесть всех нюансов, которые в этих документах встречаются. И поэтому мы с ними выстраивали эту коммуникацию прозрачность два года. На третий год, в прошлом году, они вместе с нами сделали полный реестр документов, которые должны сопровождать продукты. И закоммитились на то, что все 100% документов должны проходить по согласованному с нами процессу, однозначно видя выигрыш в качестве, упрощение работы, скорость поставки документов, ну и многие-многие другие преимущества. Да, закоммитились на 100%. Да, теперь мы покрываем большую часть матрицы этих документов и планируем покрыть около 100% этой матрицы, ну, чтобы весь контент, который получают наши пользователи, был качественным. Мы также и другие пользователи, которые используют наши документы для каких-то других целей. Это по подразделениям. Но на самом деле, что у нас получилось сделать на более верхнем уровне? Наши сотрудники могут теперь решать более верхнеуровневые задачи. То есть, по-хорошему, вы видели разные примеры, это не только создание документов, это решение задач, которые нужны бизнесу, которые нужны компании, которые нужны коллегам. И убирая в автоматизацию, убирая в структуру часть рутинных задач, как раз для этого открываются большие возможности. Это спасает в том числе от выгорания людей. То есть, все, кто у нас работает или кто работали, они абсолютно точно отзываются о том, что это для них история была в том числе и отдушена, возможность заглянуть в какие-то новые области. И еще один немаловажный результат. Мы теперь видим все, что происходит в компании. Ну, почти, наверное, все еще есть куда развиваться. И мы точно имеем амбассадоров во всех практически подразделениях, в которых мы участвуем. Это люди, которые понимают, зачем мы это делаем, понимают, что это им дает, и готовы приглашать к этому новых сотрудников, новые подразделения, видеть какие-то новые сценарии, которые можно на эту схему переложить. И мы много говорили о том, что мы общаемся, общаемся, общаемся. Но как именно мы общаемся? Понятно, что это может быть и на кофе-поинте, и в коридоре поймать, и в онлайн-встречах. Но на самом деле у нас есть достаточно базовые, рутинные практики. Например, с каждым из подразделений ежеквартально мы встречаемся по целям и даем друг другу обратную связь. И обязательно, не знаю, между этими встречами что-то делаем, чтобы стало легче, интереснее и полезнее. Тем же самым прогнозируя в том числе и объем задач, который к нам может прийти, и, может быть, заранее зная, что нового нам надо учесть в системе. Мы любим цифры, мы любим показывать, в принципе, результат работы. И не просто потому, что мы любим их показывать, а потому что мы сами хотим понимать, что это приносит пользу. Пользу мы в том числе в цифрах всегда считаем. Показываем это на уровне всей компании. Мы образовываем своих коллег. У нас регулярно есть внутренние и внешние статьи. Мы проводим какие-то обучающие занятия небольшие. Мы делаем вебинары. Мы делаем внешние мероприятия в том числе. У нас был некоторый перерыв. Сейчас мы вернемся опять к публичным мероприятиям. Дважды в год мы проводили профессиональные метапы на базе компании. Записи их доступны в сети. То есть на самом деле мы вкладываемся достаточно много в образование как своих коллег, так и в развитие индустрии, потому что это в целом важная история. Люди, которые от себя узнали что-то новое и полезное, они будут твоими. Они будут с тобой проще общаться. Они будут знать, зачем ты нужен и с чем к тебе можно прийти. И они точно… Ну, с ними может быть проще решать любые задачи. Ну и по мере того, как люди знакомятся с системой, сначала может она показаться сложной, но получая первые выгоды, конечно, ребята больше втягиваются в процесс, добиваются результатов, поэтому, конечно, продолжают работать с нами в системе. И вот те цифры, которые мы показывали, это результат вот этой работы. Вот. На этом мы, наверное, закругляемся. Здесь мы тоже собрали полезные ссылки, которые были и ранее. И готовы послушать ваши вопросы и ваш фидбэк. Да. Если кому-то интересно послушать про архитектуру контента, больше про нашу систему, мы можем отдельно рассказать уже на паузе, а потом кофе-брейках вместе с сыром. Давайте аплодируем докладчицам. Спасибо. Если есть вопросы, сразу поднимайте руки, начнем дискуссию. Я не ослышал, что у вас юристы работают в ГИТе. Ну, так я же говорю, мы научим чему угодно и кого угодно. Я программистов не могу научить в ГИТе работать. Так, вопрос. Вот, пожалуйста, микрофончик и микрофончик задавайте. Если есть еще вопрос, поднимайте руки сразу. Раз, раз. Спасибо за доклад. Меня зовут Антон из компании Zeratec. У меня вопрос. Хотел бы поподробнее услышать про переезд из старых систем в новую систему. Как он происходил автоматически или вручную? Сколько времени занял? И если вручную, то как вы замотивировали сотрудников вручную перебивать уже тот текст, который они ранее заполнили? Да, спасибо за вопрос. Наша система вообще интегрируется и с другими системами, и понимает эти форматы. Но мы могли импортировать часть документов, и что-то переносили также вручную, смотря какой был документ. И первые люди, которые заходили, работали в ЦМС. Естественно, мы научились быстренько это делать. Написали для всех инструкцию. И импорт вторичных уже документов, он проходил гораздо быстрее. Сейчас вот новые наши коллеги, которые приходят, они могут это за 10 минут сделать. Поэтому никто этого... Ну, как, конечно, сначала было страшновато, может быть, кому-то, но один документ импортируешь, и дальше уже как по маслу все пошло. Ну, наверное, первый переход с нескольких систем на одно, наверное, около года, да, длился базовый такой? Ну, потому что мы постепенно продукты переносили, чтобы не было вот этого замусывания, каши. То есть мы переносили, причесывали базу и постепенно добавляли следующих авторов. Релизы никто не отменял. И сейчас адаптация нового писателя у нас, вот прям план адаптации занимает около двух недель, да, для прогружения в то, как с этим всем работать. Дальше уже человек в свободное плавание отправляется. Раз-раз. Давайте еще вопросы. Вопросов много. Ага, так, давайте. Вот там. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. И я хотела бы узнать, изменения — это всегда тяжело, переходы какие-то. Были ли возражения, как вы с ними работали, и есть ли сейчас какая-то документация, которая все-таки осталась где-то в старых инструментах, возможно? Как и в любом изменении, всегда есть те, кто открыто на это реагирует и спокойно принимает, есть те, кому сложно адаптироваться. Я бы сказала, что сейчас принятие у системы, у всей команды, и если где-то сохранились документы, это те, о которых мы еще не знаем, это те, которые к нам еще не привели, да, то есть на самом деле у нас есть план поэтапного перехода со всеми документами других подразделений. У нас-то точно все делается только так. Ну, вариантов нет. И вы, наверное, про людей, да? То есть были ли какие-то… На первом этапе притирки были обсуждения горячие, но вот, как я сказала, в рамках первого года это все было решено. Сейчас люди, которые к нам приходят, люди, которые в том числе остались с нами на связи, да, кто выбрал какие-то еще пути, они достаточно хорошо отзываются о том, что здесь происходило, потому что четко, понятно, структурировано, понятно, как с этим работать, понятно, зачем, да. И терки прошли, наверное, вот первый год. Да, но еще мы искали увлеченных коллег в каждом департаменте, которые могли подхватить эту работу, и уже через них заходили в департаменты, но не во все некоторые, и они как раз распространяли у себя эту экспертизу, рассказывали про систему тем, понятным для тех департаментов языком, поэтому, ну, вот такой переход тоже для кого-то был легче, чем если бы мы сами рассказывали это про систему. Ну, это всегда круто, когда у коллег есть тоже сильные структурные, технические писатели, да, которые готовы и понимают, зачем это все происходит, готовы объяснять и быть амбассадорами этой идеи. Да, Ирина, Алиса, я напоминаю, лучший вопрос. Вы запоминайте, какие вопросы задают, потом надо будет выбрать победителя. Итак, еще были руки. Так, давайте первый ряд. Две руки. Ага. Так, вот сюда вот. Ага. Так, у меня такой вопрос. Что дальше будет? То есть куда вы все это дальше будете двигать? Пока все не переползут на эту систему. Ну, смотри, ты говоришь как система, но на самом деле мы под системой, в принципе, вот все взаимодействие, экосистему подразумеваем. Это и общение, это и технологии, это и процессы, это и все что угодно еще. Потому что вот именно технический инструмент, это не база. В зависимости от того, какие задачи вы решаете, он может быть дорогим, дешевым и бесплатным, он может быть сложным и простым, все профессиональные инструменты в какой-то степени решают эти задачи. Дальше вопрос, что нужно конкретно вам. У нас сейчас идет этап масштабирования. То есть, да, действительно, то, что мы сделали, мы масштабируем другие подразделения, и мы стремимся, ну, как это не за год делается, достичь полного баланса и гармонии в контент-стратегии нельзя за год. Ну, по крайней мере, при наших объемах точно нельзя. Поэтому я думаю, что ближайшие там пару лет мы будем этим заниматься и уже, наверное, более глубоко именно погружаться в стиль всех документов компании, работать глубже с tone of voice и вот такие вот истории развивать. Это наши планы. Понял, спасибо. Так, давайте. Здравствуйте, благодарю за доклад. Если я правильно поняла, сама система, она иностранная. А не страшно ли все это держать сейчас в одном месте, причем, что ситуация такая нестабильная? Не страшно ли потерять всю вашу работу, которую вы сейчас сделали? Это достаточно челленджен история была для всех. Мы столкнулись как компания с этой историей санкционной еще в прошлом году, поэтому отработали все риски. По факту, как компания ИБ, мы еще всегда перестраховываемся, то есть мы практически не используем облачные решения. В нашем случае мы считаем это недостаточно защищенным по умолчанию решением. И все риски, которые сейчас работали, мы практически избежали. Наши поставщики дали нам возможность автономно развернуть все эти истории, и мы понимаем, что даже если нам нужно будет менять инструмент, мы можем это делать не в авральном режиме. Это касается и инструмента для создания контента, и переводческого инструментария, и любого другого. То есть мы точно понимаем, во-первых, что мы можем делать это без спешки, если даже придется, пока не нужно. А во-вторых, мы на самом деле умеем выбирать инструмент, и для нас это будет вопрос просто какого-то небольшого перехода. Как выбирать, как сценариями заниматься при выборе, какие сценарии учитывать при выборе инструмента, и какие вообще есть, это мы знаем, мы держим руку на пульсе, мы консультируем другие компании. А если возвращаясь непосредственно к нашей системе, то сами поставщики за многие годы работы совместной тоже к нам, как они нас поддерживают, я бы так сказала. Видя, как глубоко мы копаем, как хорошо мы разбираемся в том, что мы делаем, они нас регулярно приглашают на свои собственные конференции, они регулярно нас рекомендуют кому-то еще и своих потенциальных клиентов, чтобы мы могли рассказать вообще, что происходит, как с этим жить, да? То есть на самом деле многолетние доверительные отношения помогают сейчас пережить вот этот период турбулентности, и даже если что-то придется менять, сделать это гораздо в более комфортном режиме. Вот, наверное, так. Так, первый ряд. Еще был вопрос. Да, он туда вон. А, так, у нас… Все, все, сзади, сзади, давайте. Здравствуйте. Ну, успеем, у нас есть время. Меня Александр Мачолин зовут, компания ICSIT. Хотел спросить, сколько у вас юристов в компании, сколько заняло времени на то, чтобы перевести в гид, используют ли они там все функции, типа там бренчи, мерзереквесты и так далее, или какую-то исченную версию, и как это вообще соотносится с остальной документацией, которая, как я понимаю, не в гиде, как я понял с презентации. Спасибо. Спасибо. Я бы сказала так. С юристами мы только начали. То есть на данный момент у нас есть один амбассадор там, который все это умеет делать, да, а дальше мы просто будем масштабировать, опять же, эту историю. Да, вот пока так, пока мы еще развиваем эту историю. Так, все, ответственный вопрос. Давайте первый ряд. Здравствуйте, да. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Можно в двух словах чуть поконкретнее по структуре команды? Вот у вас есть авторы, которые пишут вот CMS. Сколько авторов и сколько на них потребовалось архитекторов контента, те, кто, собственно, помогают им в этот процесс организовать там процентным соотношением? Вот все, что поддерживается, вся система, которая есть, это у нас, в принципе, в подразделении около 30 человек, чуть больше. Из них где-то треть это авторы. И часть из этих авторов это люди, которые в том числе выделены в отдельную роль архитекторов контента. Ребята, архитекторы продолжают писать доки в том числе. То есть они не выпадают из процесса. Они полностью видят, как всем этим пользоваться. Они участвуют в релизных циклах. И они явно еще делают что-то сверху. То есть как раз ту самую архитектуру. Архитекторы, кстати, у нас и кодеры, по большому счету. Так что большая часть автоматизации — это и кодинг. Что касается архитекторов, сейчас у нас в группе Алисы два человека. И мы еще два человека хотим на вырост сделать, чтобы поддерживать все это сразу. Но опять же, это не стопроцентное выделение людей. Это фокус людей в их задачах. Но они в том числе и пишут. Но вообще в системе работает около 200, даже сейчас уже больше человек. Это не только авторы, но те, кто заходят и тестируют нашу документацию. И там аналитики, и кому нужно просто публиковать документ. И, конечно, всех этих людей мы поддерживаем, потому что вопросы бывают разные. Иногда приходится даже привлекать помощь технической поддержки производителей этой системы. Но, тем не менее, небольшой группой мы успеваем. И даже держимся в курсе всех проектов, чтобы вовремя всем помочь, подсказать. И настроить как-то переиспользование, если кто-то сам какие-то фрагменты не замечает. Чуть больше 10 — это авторы. Около 3 плюс на вырост — это архитекторы. И больше 200 людей — это все люди, которые в целом погружены в экосистему, умеют, знают, как они там влияют на контент и участвуют на регулярной основе. То есть на 200 человек — 3 архитектора контента, которые помогают со всеми работать. Окей, так, еще вопросы. Давайте. Здравствуйте, спасибо за доклад. А скажите, пожалуйста, как вы поддерживаете механику актуальности документов? Ну, грубо говоря, вот его там в январе выпустили, да? А сейчас нужно понять, что на такой страничке нужно скриншотик поменять, абзац там как-то переформулировать, да, и так далее. То есть как вы с этим работаете, с учетом того, что у вас там их тысячи, и как вы эту актуальность поддерживаете? Ну, на самом деле, так же, как и все, я думаю. То есть мы ровно так же являемся членами команд разработки продуктов. Наверное, наша особенность, что мы в продукты поставляем такой небольшой белый ящик. У нас есть выдано лицо сервис-менеджер, который координирует все задачи по написанию контента, по локализации контента и является, опять же, единым окном для всей продуктовой команды. Мы знаем все бэклоги, мы знаем все, не знаю, планы, и мы учитываем банально в трекерах все процессы, которые есть, они учитывают в том числе то, что необходимо что-то обновить в документации. То есть у нас чекбоксы есть, которые генерят на нас задачи, и мы видим и участвуем во всем процессе разработки продукты на равных вместе с командами разработки, тестирования, project management и всех остальных. Участвуем в спринтах, участвуем в трекерах и видим эту всю картину целиком. И это в том числе культура, которую воспитываем. То есть это, наверное, тоже какое-то время заняло, когда мы дали явно понять всем, почему это нужно. И сейчас я не знаю проекта у нас, который бы не учитывал наши работы в своем бэклоге. Я бы так сказала. Немножко, наверное, про техническую часть расскажу. Вы спросили про скриншоты. У нас есть различные инструменты внутри системы, как мы можем это поддерживать, да, версионирование, там, бранчи. Но именно со скриншотами достаточно простой сценарий. Мы классифицируем каждый скриншот, сделаем, ну, можно представить в виде слоев. И как нам нужно, задаем по фильтру, что нам будет выходить в публикацию по вот этому классификации. Вот, поэтому скриншоты к нам попадают. Ну, если, например, мы хотим опубликовать там документ для версии 3.7, и тут же там отдел обучения хочет для этой же версии, к ним автоматически тоже эти новые скриншоты подтянутся. Ну, конечно, они должны знать эту классификацию. Мы всем про нее рассказываем, и также настраиваем для них эти фильтры, если они сами не могут. Я бы еще, наверное, сказала, что скриншоты — это не единственное, что у нас есть. Мы умеем работать уже с видео, потому что это не только формат печатных документов, но это формат онлайн-справки в нашем случае. Контент идет в разные форматы. Это схемы, и схемы тоже, по сути дела, внутри. Это как слои. Тексты со схем вынесены отдельно во фрагменты, в локализацию, и мы можем их обновлять независимо. Ну, то есть эти истории такие многослойные и реально прозрачные, я бы так сказала. Так, третий ряд. Здравствуйте, меня зовут Валерий Сбербанк. Подскажите, пожалуйста, как у вас выстроена коммуникация между разработкой и техподдержкой в тех ситуациях, когда какая-либо проблема является нестандартной, то есть берете ли вы эту задачу сразу в аналитику, или вы предварительно, ваша техподдержка разговаривает непосредственно с разработкой для решения какой-либо проблемы. И еще хотелось бы узнать, как часто у вас происходят релизные циклы, соответственно, для того, чтобы закрыть соответствующие обнаруженные баги. Со второго начну. Релизный цикл разный у продуктов. Кто-то раз в год релизится, кто-то несколько раз в год, кто-то раз в квартал. Под конец у нас, например, с завтрашнего дня начинается конференция Positive Hack Days, которую мы организуем. К этому событию, конечно же, релизов количество учащается, то есть мы прям под эти даты тоже что-то готовим. Но в целом это не двухнедельные, наверное, спринты, это чуть побольше. Что касается техподдержки, то это немножко не наша история, что мы всегда общаемся с техподдержкой, являемся входным звеном для команды. Команды ровно так же общаются с техподдержкой. Но какие случаи у нас были полезные? На тех же встречах по обратной связи, которые мы делаем, мы выяснили, например, что на одном продукте инженеры-внедренцы, которые внедряют продукты на нашим клиентам, жутко недовольны документацией. И вот с этого мы начали разматывать клубок. Мы проговорили с ними, какие сценарии. На самом деле уперлись не то, что это только документация, но и сценарий в самом продукте. Не все им помогает решать. И с тех пор они действительно начали приходить, в том числе напрямую, и говорить, ребята, нам еще нужно покрыть этот сценарий. Здесь что-то не так. То есть мы сократили скорее коммуникацию, которая всегда раньше была через продукт. Сейчас в том числе достаточно большой объем коммуникации идет к нам напрямую. Но даже если он пришел напрямую, мы обязательно продукт ставим в курс дела, мы добавляем это в бэклог, потому что емкость наша, как и у всех, она вполне ограничена. И мы не можем что-то делать тайком, по-партизански, и не хотим на самом деле, потому что результат полезен для всех в итоге. Ну а сейчас мы, например, еще помогаем не только всех поддержке, сейчас мы с сертификацией помогаем писать документы уже, например. Потому что уже понимаем принципы, структуру, как это все работает, и можем поддержать, когда у людей не хватает ресурсов собственных. Так, еще вопрос. Давайте. Здравствуйте. Екатерина из САйТи. Я, возможно, не совсем правильно поняла, но как у вас конфлюенс связан с системой управления контента? Конфлюенс в нашем случае – это просто большая база знаний, наша внутренняя. То есть мы просто в ней храним все. Мы фрики в записывании того, что мы делаем. Именно как подходы работы, стайл-гайды, все что угодно. Любая база знаний на продукте, тоже мы ведем ее там. Просто чтобы любой человек, переключаясь между продуктами, мог всегда понимать, а что там происходит. И адаптация, например, переключение писателя с продукта на продукт, ну займет неделю, наверное. Просто специфика самого проекта. А вся информация, это можно почитать, это можно переиспользовать. Практики одинаковые на всех проектах с точки зрения создания контента. Это наша база. Но именно пользовательского контента у нас конфлюенс нет. Нет, пользовательского… Это внутреннее использование. Это внутренний инструментарий. То есть конфлюенс у нас не используется для пользовательского внешнего контента. Да, спасибо. Так, у нас вопрос из онлайна, да? Я правильно понимаю? Так, давайте попробуем это сделать. Можно ли человек вывести на экран или включить его как-то? Почему? Так, давайте. Там показывают. Да, вот на этом экране сейчас… Там пока наше спасибо показывают. Да, да, да. Так, все. Вот мы видим. Здравствуйте. Мы вас видим. Пожалуйста, спрашивайте. Привет. Я еще люблю. Я запускаю. Адиплей. А мне было интересно, стали ли документы лучше читать после внедрения системы? Вы оценивали вы это как-то или нет? Есть ли, может быть, какие-то метрики, которые там… Время нахождения на одной странице, какие-то такие вещи? Все? Вопрос, да? Можно отвечать. Закончился? Да, да. Вот это то, чего нам жутко не хватало в предыдущие годы. Это то, чего мы сейчас будем менять. То есть у нас сейчас… Я показывала скрины онлайн-портала со справочной системой. Это тот портал, который пока у нас внутри компании. То есть мы пока показываем все вообще документы, которые существуют внутри компании. Ровно такой же слепок, ну, параллельный портал, мы планируем в этом году запустить наружу, то есть для всех потенциальных и текущих пользователей, и как раз начать собирать те самые метрики. То есть сейчас мы… Все наши замеры, они на основе нашей работы экономии выгоды именно в плане разработки контента. Мы точно это считаем. И, ну, в какой-то степени через обращение всех поддержку мы видим какую-то обратную связь, да, через конкретные денежные временные выгоды в смежных подразделениях. Но вот на контакт с пользователями мы выйдем в этом году с запуском портала внешнего и уже начнем собирать те самые метрики, которые нам самим интересны. К сожалению, через продукты, через встроенную в продукту справку, нас не получилось сделать этот заход, просто потому, что наши ибэшные коллеги никогда не отсылают изнутри сетей какую-то информацию, поэтому это бесполезная история пытаться снимать метрики напрямую из каких-то продуктов, да, а вот выйти просто в паблик и получать уже эту информацию, работать с ней, это вот прям наш таргет на этот год и на последующий. Да, спасибо. То есть я знаю спиферки, но только для наших собственных коллег, которые заходят на внутренний портал, и что они делают там, это мы знаем, а вот внешние будем еще. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...